Мне просто не дано понять, и Бог не ставит это целью. Как ближний может злом воздать? Как мало кто-то дружбу ценит? И мой логический процесс ведет к глубоким рассмышлениям. Душе людей приводит к разрушению. Есть страшный вирус. Это грех. Он проникает незаметно, и святость вызывает смех. Мы не нуждаемся в советах. Мы замечаем без труда у ближних зло и недостатки, не понимая иногда, что наше сердце не в порядке. Грех оставляет в душах след. Меняет внешность и походку. Ты слышишь даже, как сосед вдруг в голосе меняет нотку. Я честно знаю, что права. Все те же лица, та же сцена, но в сердце мне слышны слова. Когда мы истину оценим? Один судья, и только он один, святой и справедливый. Он слышит ложь и тихий стон, и совершает суд правдивый. Он знает сердце, видит мысли, кто любит Господа без меры, кто взор свой направляет ввысь, а также душу лицемера. Ему не нужен мой совет. Он не нуждается в подсказках. Он сам при полной тишине устроил в моей жизни встряску. Он допустил сегодня зло, а после бурю успокоил. Не потому что повезло, он мне экзамен приготовил. Со мною плохо обошлись, так чья вина, что нас не любят? Не рассуждай, как эгоист. Твоя обида сердце губит. Аминь.